привет друзья с вами гиф и новости по элите очень о многом хотел рассказать на этой неделе но как-то так вышло что вчера дэвид брабин решил немножко поделиться с общественностью коротким видео из горизонтов и остальные новости конечно меркнут на этом фоне по крайней мере для меня так что же показал дэвид это запись компьютера одного из разработчиков когда с помощью отладочной камеры быстро увеличили масштаб от находящегося на планете сэрви до 1000 километров сэрви находится на астероиде неправильной формы напоминающий картофель размер этого астероида около 200 километров подобный же астероид есть и в нашей солнечной системе именно его вы сейчас видите на фотографии это веста размер ее 530 километров в диаметре впрочем хватит болтовни и давайте уже посмотрим а теперь отмотаем все назад и можем посмотреть подробнее вот место крушения на нем отчетливо видно остатки т-9 и анаконды приземлившийся т-9 исследователя рядом с ним похоже морда еще одной анаконды но я на сто процентов не уверен летает защитный трон вздымая пыль и сам игрок он сидит в банке правим пишет что это одна из ранних разработок есть еще куча мелких деталей которые будут настраиваться разработчиками и корректироваться но в целом масштаб работы мне понятен самые глазастые разглядели на этом видео выделяющиеся на фоне остального рельеф точнее плоскую площадку с каким-то геометрическими фигурами и предположили наличие там базы теперь хочу показать вам скрин из рассылки на нем изображена атака дронов на багги в последнем дэв апдейт майкл брукс рассказал о четырех типов таких дронов в большинстве своем они будут применяться в игре как для защиты наземных баз так и в частности и в местах крушения кораблей после крушения корабля дрон будет разворачиваться в автоматическом режиме и охранять груз корабль и экипаж до прибытия спасательной операции чуть подробнее про четыре типа дронов вот на картинке на которой мы с вами смотрим это кординамикс с 4 часовой название этого дрона это базовая версия дрона от кординамикс и несет на себе пару мелких слотов под оружие можно устанавливать как кинектику так и лазер будет кординамикс с 5лм название страж это усовершенствованная версия с 4 с уменьшенным весом и уже креплениями для установки ракет более дорогая соответственно будет применяться для защиты более дорогих объектов стингер 2 от корпорации ахиллес картинки на этот дрон у меня нету он не будет нести на себе вооружение но будет оборудован взрывчаткой который можно будет дистанционно взорвать при достижении цели то есть по сути это такая бомба и последний из четверки объявленных дронов он тоже от кординамикс с 9 голиаф майкл говорит что это очень эффективный охранный дрон он оборудован четырьмя двигателями хорошо вооружен и обычно используется для защиты военными и кстати именно его мы по ходу и видим видео дэвида бравина потому что у него как раз 4 двигателя на реддите майкл брукс и разработчики отвечали на вопросы игроков в связи с выходом элиты на xbox из интересного лут позволит вознаграждать игроков не только кредитами и кораблями самым сложным разработки майкл считает населенные планеты работа над ними еще не началась но пока они планируют и вот-вот уже должны что-то начать делать в галактике добавят особые системы которые могут попасться исследователям на пути в этих системах могут находиться человеческие колонии но можно ли будет приземлиться на эти планеты или это будет колонии на обитаемых планетах я пока вам рассказать не могу запуск истребителей с кораблей это будет являться частью дополнения горизонта в игру будут добавлять особые локации по типу арены с и кюси там будут верфи или кладбище кораблей например в планах кастомизация цветов интерфейса и бортовой журнал игрока хождение по кораблю и по станциям точно не будут частью второго сезона а частью следующих ну вот с новостями вроде и закончили теперь про то что принес 1.4 в релиз во-первых появились все типы кораблей пиратов начинается эдвиндер и заканчивая анакондой во вторых у этих кораблей очень веселые красивые шкурки странно почему таких нет в магазине надеюсь они появятся либо будет возможность их как-то добывать с игровыми методами но выглядят они гораздо лучше чем то что предлагает магазин в третьих в опасных местах добыча ресурсов действительно стало опасно туда не прилетает полиция там летают крепкие ребята в звеньях при этом они пользуются и чавами и банками и всем остальным весьма эффективно но и награды за корабли стали тоже весьма неплохие в четвертых говорят весьма неплохо апнули шахтерство теперь с одного астероида до 30 кусков руды можно набрать несколько тонн кому интересно попробуйте я тоже на днях попробую сделать отдельный ролик про шахтерство в 1.4 из других вещей которые напрямую не являются частью элиты вышла вторая версия edfx в ней очень много настроек можно менять все на лету и работает она отлично в описании ролика я кидаю ссылку на твиттер автора edfx там все просто необходимо скачать сам edfx скачать решей положить в определенную папку а куда именно edfx напишет переустановки в общем то все у меня на windows десятки 64 бит работает все отлично на этом все друзья пожалуй будем ждать следующих новостей про горизонты про дополнения разбираться тем что появилась в 1.4 а с вами был гиф и удачных вам полетов